Всем привет! Вы на канале «Мошенники звонят по телефону». Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Для того, чтобы не пропустить выходного ролика, жмайте на колокольчик. А теперь, дорогие друзья, погнали слушать ролик. Алло. Алло. Евгений, здравствуйте. Слушаю вас. Евгений, меня зовут Мария Громова. Звоню вам по сфере инвестиций по проектам «Газпрома». А дабы вам помочь разобраться уже и приступить к заработку. Скажите, опыт имелся уже с подобными проектами или там просто с финансовой сферой уже знакомо? А скажите мне, с какой компании вы мне звоните? По проектам «Газпрома» вам звонят, дабы уже разобраться и начать зарабатывать. Не заставляйте меня вас перебивать и задавать один и тот же вопрос два раза. С какой компании вы звоните? Проект подразумевает под собой разработка компании. «Газпром Инвест». «Газпром Инвест» замечательно. «Газпром Инвест». Замечательно. Слушаю вас. Да, я вас спрашивала, занимались ли вы вот ранее инвестициями? Ну, какой-то опыт уже. Нет. А вот, кстати, меня спросили, с какой компанией вы много где оставляете заявочек? Да. О, а что еще для себя рассматриваете? Я себе ищу брокерскую компанию для покупки акций «Газпрома» в количестве 2000 штук. 2000 акций, да? 2000. Так, хорошо. А почему вот решили именно эти акции приобретать? Я не только эти акции приобретаю, я еще приобретаю акции «Норникель» и «Полюс золота». Какие-какие не урасслышала? Повторите. Не уразумели. «Полюс золота» и «Норникель». А, давно же, кстати, приобретали? Или вот только недавно решили заняться этим? Я раньше работал с одной брокерской компанией до 22 февраля сего года. Потом я продал весь свой инвестиционный портфель и вывел деньги со счетов. Кстати, вовремя. Ну, а вообще вот вам понравилось это занятие, такой вот исторический. Нравятся девочке. Нравятся или не нравятся. А это необходимый инструмент для сохранения денежных средств от инфляции. И это не доход. Доходы меня не интересуют. А что это тогда? Лично для меня это инструмент для сохранения денежных средств, своих доходов от инфляции, от всяких погубных влияний. Это для молодых, это может быть доходом, для нищебродов это может быть доходами. А для меня это не является доходом. Доход у меня немножко в другой связи. Ну, согласна с вами, конечно. Для того, чтобы не терять, чтобы инфляция не съедала, а необходимо куда-то их постоянно вкладывать, чем-то заниматься. А вот раз вы говорите о сбережении, сохранении своих средств, а вот ваша основная род деятельности, чем занимаетесь? Я не разглашаю такие сведения по телефону. Ну, я не прошу какой-то конкретики. Хотя бы сфера деятельности там. Российской Федерации большая сфера деятельности во всех областях. Так что я не собираюсь здесь распространяться. Мы с вами работаем по деловому, а не собираемся обсуждать, кто чем занимается и кто чем зарабатывает на жизнь. Или вы думаете, что деньги как-то могут пахнуть? Нет, послушайте, Евгений, я это спросила лишь понимать, в какой сфере крутитесь. Ведь бизнес и компанию... Веселье идет, да, компания. Но сегодня же выходной день, Евгений. Ну, так я и смотрю выходной девочки. Девочку закрыли, да? Хлопаете. Что закрыли? Ладно, вы что, сюда позвонили. Вы что-то мне можете предложить по моим, так сказать, запросам? Евгений, вы интересовались акциями «Газпрома». Да. Следовательно, по этому делу я вам и звоню. Вы когда, кстати, приобретали акции каких-то других компаний, скажите, вот сколько вообще, точнее, как открывали счет? Как вообще это все происходило у вас? Это вы должны мне, как представитель... А вы представитель какой компании? Брокерской? Ну, конечно. Ну, если вы являетесь брокером, то вы должны мне рассказать, как вы открываете счета, как вообще этим всем занимаются, а не я вам должен рассказывать. Вы аккаунт-менеджер или финансовый специалист какой-то? Смотрите, менеджер по проектам, то есть я вам помогаю с этим. Я вам сказал, что мне нужны акции, а не проекты ваши. Вам конкретно сказал, 2000 акций я покупаю. Вы можете мне в этом помочь? Конечно, конечно, по акциям. Давайте без славобудия вот эти проекты. Евгений, давайте нормально с вами общаться. Я с вами нормально общаюсь. Я пытаюсь деловое время свое сэкономить и ваши, кстати, тоже. Если вы сидите за... Получаете деньги за то, что вы только набрали трубку и позвонили, то это другое дело. А если вы получаете комиссионный сбор от процента, от того, что вы привлекли какого-то клиента и на какую сумму, это совсем другое дело. Это вообще... Тогда вы получаете... Так, Евгений, вы сейчас тоже не по делу говорите, это первое. Я тоже не по делу говорю, поэтому я вам говорю конкретно. 2000 акций, вы можете мне помочь? Я вас спросила конкретно, какие у вас знания, как вы пополняли тоже свои торговые счета. Это вам ни к чему. Вам это ни к чему, поверьте. Вы должны мне рассказать, как у вас происходит в компании пополнение, открытие счетов и покупка акций. Более не того. Если вы не можете это объяснить, тогда пересключайте меня там кого-нибудь по грамоте. Евгений, а зачем вам объяснять то, что вы так знаете? Вы прекрасно понимаете, как открытается акция. Как открываются счета? Скажите мне, пожалуйста, зачем вы спрашиваете то, что вы каждый день рассказываете каждому клиенту? Зачем мне вам рассказывать о том, как открываются счета это ДТП, если вы этим занимаетесь каждый день по нескольку разу? Потому что вы попросили рассказать вам. И я хотела узнать, что вы знаете, а что нет. Логично? А я вам должен рассказать, как открываются счета. Но это вообще не логично. Ладно, хорошо. Так, где вы открываете счет? Евгений. Давайте сразу по делу, потому что у меня еще впереди два совещания с моими подопечными, мать их много. Евгений, смотрите. Да, я вас слушаю. Какой вопрос у вас был? У меня никакого вопроса. Где вы открываете счет и как это вообще происходит у вас? Смотрите, просто открывается, то есть создается, открывается торговый счет. Торговый счет? Скажите, ваша должность какая в этой компании, пожалуйста? Чтобы мне понимать, какие вопросы вам можно задавать, а какие вам они не стоят. Смотрите, Евгений, я вам говорила. Я менеджер. Я вам помогаю как раз с активацией вашего торгового счета, с пополнением. После чего вам предоставят специалистов, с которыми что специализировать. Ну вот у меня менеджера работают. Один менеджер, специализация логистика. Второй менеджер, специализация поставки и грузки. Третий менеджер, специализация бухгалки, шлифовый счет. А ваши специализации этого. В какой области менеджмента вы поднаторили в такой степени, что я могу вам задавать там любые вопросы по этой области? Что вы поднимаете под менеджером? Господи, боже мой, девушка. Ой, как тяжело, Пацан. Хорошо, давайте так. Где вы открываете счета? Не будем мы вашей специализации интересоваться. Я вас просто спрашиваю. Вы мне сказали, просто открывается торговый счет. Что такое торговый счет? Вот в вашем понимании. Алло. Евгений. Да, я вас слушаю. Смотрите. Вы куда-то пропали. Просто открывается счет. То есть счет, где вы пополняете... Какой именно счет? Я знаю, брокерский счет, инвестиционный счет. Для того, чтобы потом создать инвестиционный портфель и приобретать уже акции. Хорошо. И это вам необходимо... Где вы открываете этот счет? Обыкновенный счет, как вы говорите. Брокерской компании. Какой? Как вы думаете, где открываются все свои счета? Не знаю, где вы открываете свои счета. Я поэтому вас спрашиваю. Хорошо. Вы говорите, давайте ближе к делу. Ну, давайте ближе к делу. Ну, давайте. Как вы открываете счета? Вы не ставите... Сумо имеется? Как открывается обычный счет. Я вас спрашиваю, где открывается счет. Вы говорите, в брокерской компании. Я спрашиваю, соответственно. Брокерская компания. Так, а как название этой брокерской компании, в которой мы будем открывать счет? Иконик, Кэпитал. Который, а вы назвали с ней «Газпром Инвестором». Правильно. А как вы хотите приобретать акции? Ну, я так же думал, что мы открываем в каком-нибудь банке брокерский счет, который обслуживает вашу компанию. И оттуда уже начинаем работать. А не в какой-то иконе Кэпитал. Иконе Кэпитал. Ну, хорошо. Она разве имеет лицензию на открытие счетов, на хранение денежных средств и на депозитарии? Я вас удивлю. Ни в одной компании деньги не хранятся. Деньги всегда хранятся в банке. А зачем вы мне предлагаете открыть счет в Иконик Кэпитал? Если они не являются... Правильно. Потому что вы открываете брокерский счет. Брокерский счет где открывается? Вы это понимаете или нет? Я понимаю. Брокерский счет где открывается? Я вам уже сказала. В компании Иконик Кэпитал. Зачем задавать один и тот же вопрос по несколько раз? Погодите. Вы открываете брокерский счет в компании Куни Кэпитал, которая не имеет ни лицензии, ни разрешения на данный вид деятельности. А с чего вы взяли, что не имеют? Потому что я сейчас вот забил в поисковике Иконик Кэпитал. Не такую щебню выдали по этой компании. Да, девушка. У вас слабая очень подготовка для разводила из Газпром Инвестора. Газпром Инвестор не является брокерской компанией, а является дочерним предприятием Газпрома, которое занимается строительством промышленных объектов газовой отрасли. И вы, хохлы, уже паритесь на первую минуту, когда называете компанию Газпром Инвестор, брокерская компания. А уж Иконик Кэпитал, за него весь интернет першит. Ну что, хохлушка, там у тебя похлопали. Ты от меня, на мне ты аплодисментов не сорвешь. Сделку ты, закрытие с первого разговора, ты на мне не сделаешь. А с чего вы взяли? А с чего вы взяли? А с чего вы взяли, а с чего? Вот эта тупая ваша хохлятка, а с чего вы взяли? А так вы докажете? Да вы что, блядь? Хватит истеричить, Евгений. Да я не истеричь, я с тобой угораю, блядь. Мы вот сидим сейчас на дачке. А что вы делаете? Попиваем, над тобой ржем в прямом эфире, блядь. Да? Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok